В эфире Еврозона. В студии сегодня Наталья Мамедова. На связи с нами, как обычно, писатель Владимир Сергеенко. Владимир, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ну, связь держим. Свои вопросы и приветы Еврозоне продолжайте присылать через WhatsApp. Телефон 903-170-6363. Здесь, правда, уже много всего. Владимир, у вас так всегда? Каждое субботнее утро? И каждое воскресенье утром. И не только здесь, не только по WhatsApp, не только и SNS-портал. Еще работает мой телеграм-канал. Наталья, вы подписаны на мой телеграм-канал? Подпишусь прямо вот сейчас, через минуту. Там тоже подписываются и тоже идут комментарии. Телеграм-канал одноименный. Сергеенко, Владимир, Кириллиц. Очень легко найти через любой поисковик. А дальше раз-два я подписался. Да, это несложно. Тем более, что, правда, это интересно. Есть что почитать, вот уж точно. Ну что, Владимир, что вы расскажете нам сегодня? Теряюсь в догадках. Новостей много. Для начала поприветствуем наших слушателей, которые... Разница между свежеприбывшими радиослушателями и давнешними тем, что давнешние сразу пишут, откуда они, что они делают. Доброе утро. Я хрома. Подмосковье приветствую. Тольятти с нами. Любим и ждем. О, спасибо. Ёжкар-Ола любит и ждет. Ростов-на-Доно с нами. Казань с нами. Хадыженск. Не знаю, где Хадыженск. На линии. Москва. У нас дождь. Доброе утро. Севастополь. Доброе утро. Волгоград. Ну, я все зачитывать не буду, Наталья. Да тут очень много. Тут вообще, я же вижу, параллельно с вами смотрю. Меня-то больше всего умиляют. Привет из Испании. Германия. Ребят, в Европе. А вам интересно, я смотрю, что рассказывает Сергеенко. Еще как интересно. Еще как интересно. Не только тем, кто в Европе по-русски понимает. Мне нравится. Действительно произошли некоторые изменения. Неприятно. Началось это все с МС, когда было написано, что раньше в маршрутках слушали шансон, а теперь в Вести ФМ. И меня это радует. Действительно. Я человек, который шансон слушает только случайно. А новости, аналитику постоянно слушаешь, потом на разных языках. Вот продолжение восторга. Ростов-на-Доно. Ждем любимую передачу. Курс-Мариупольская. Курско-Мариупольская. Братва на связи. Видите, у нас какая обширная аудитория. От скрипачей Москвы до Курско-Мариупольской братвы. Все интересуются аналитикой и политикой Еврозона. Спасибо, друзья. Поехали. Сразу сообщу тех, кто в Телеграм подписчики, а не со пропагандой. Ну, я от себя лично добавлю. Оно, конечно, забирает время. И в этом времени, конечно же, юридический аспект вопроса очень важный. Но я могу точно сказать. Вот непосредственно тот журналист, который общался со спецслужбой, который ему рассказал о том, как я пересекаю границы, сколько денег я перевожу. В принципе, таможня, представляете, вы можете сделать запрос в таможню и спросить, вот Сергеенко пересекал границу, сколько у него денег с собой. И таможня ведет специальный такой параграф всех, кто пересекает деньги, особенно Сергеенко. Я говорю сейчас о немецкой таможнике. И еще и в рамках закона. Но они какую параллель выставляли, какую линию? Смотрите, он привез наличных 9 тысяч евро. Дальше он на фотографиях с немецкими политиками, с бывшим главой государства ГДР, с председателем фракции левых. Он был в посольстве в Германии. То есть, понимаете, у меня фотографий много. Они еще не нашли половину, с кем я только не фотографировался, с кем я только не общался. С какими лидерами государства какие-то документальные фильмы мы не снимали. А вот с точки зрения того, кто под диктовку спецслужбы начинает это прописывать, то, конечно, я имя сейчас не раскрываю, соответственно, то, конечно, вот вчера обсуждали, но в принципе понятно. В немецких СМИ существует очень четкая структура, которая берет под козырек, когда идет атака или когда идет веерная рассылка, когда нужно перепечатать. Это уже четко просматривается структурно. И те, кто работают со спецслужбами в жанре пропаганда, русофобия, разрушение архитектуры мира, удары по демократию, компашка уже видна. Между прочим, вы знаете, мы с декабря месяца просматриваем, отслеживаем публикации, оцениваем запросы, которые приходят к нам. Я могу так сказать, оказывается, не такая большая уже эта и компашка. Мы насчитали только 12 журналистов, которые разбиты на три цеха. По четыре человека. Они сидят, и их цель с утра до ночи мониторить социальные сети. У них есть уже русскоговорящие. То, чего не было в декабре, они обращались к переводчикам. Ну, у них там было два из компашки. Но я им желаю удачи, честно говорю. Я им желаю удачи, потому что на самом деле они даже не понимают, что они наш рупор. Вот мы говорим, они это изучают, а потом дальше говорят, ой, вот они это сказали. И большое спасибо за цитирование. Понимаете, после того, как радиотелевидение Люксембург, мой телеграм-канал показал главе оборонного комитета штраф Циммерман, в принципе, она-то поубавила свой разжигательный тон, разжигательный тон лоббистка по поставкам оружия. Так что это не игра никакая, это абсолютно тяжелая работа. Ну, наверное, пару седых волос, конечно, добавляется. Ну, все в рамках контроля. Вчера, да, я пересек границу очередной раз, очередной раз. Конечно же, пришлось ждать, пока по компьютеру пробивали. Конечно же, пограничники сказали с улыбкой, что у вас что-то не то с паспортом. Но это каждый раз у нас такая игра. Но вот вчера не было личного досмотра. Это аж удивительно. Так что спасибо, Шпигель. Прогресс. Ну, на самом деле, ничего хорошего в этом нет, потому что эта инфовойна, она идет буквально по-настоящему, абсолютно грязная, беспардонная. Первые штурмовые бригады западных СМИ, те, кто работают на поприще раскрутки, понимаете, у нас многие вещи невидимы, те, кто присылает журналистский запрос, мы даже не отвечаем. Но представьте себе, 12 вопросов и просьба. Завтра до 13 дня по техническим причинам позже не получится. Вы нам ответьте, правда ли, что вы стреляете? Правда ли вы, что вы часто ездите в Россию? Правда, что у вас пропуск в Бундестаг? Правда, что когда Рейхстаг штурмовали Райсбюргер, и вы там были? Правда ли, что вы влияете на мнение депутатов Бундестага? И все нужно ответить до завтра. То есть статья была написана, понимаете? Статья была уже написана. И правда ли, что вы пересекли границу, у вас были наличные деньги? Это вообще ежик в тумане. Да, правда? Знаете, как-то я не стесняюсь этого. И кредитные карточки России в Европе не работают, и европейские кредитные карточки не работают в России. Без денег ездить точно нельзя. Вот. Ну, давайте. Это я ввел в курс, что происходит, потому что в Телеграм-канале я об этом написал. И, конечно, я написал, что я нуждаюсь в моральной поддержке прежде всего. И большое спасибо тем, кто высказывает добрые слова, слова поддержки. И большое спасибо нашим коллегам, которые моментально отреагировали. Ну и продолжаем работать. Идемте дальше по шагам в нашу дорогую еврозону. Наталья, вы хотели что-то спросить или сказать? Вы знаете, я даже теряюсь, Владимир. Неделя была столь богата на политические новости. Один саммит НАТО чего стоил. И реакция каждой страны. Вот вчера было выступление Орбана. Я даже не знаю, что вам предложить для комментариев. Тем более, что у вас бывают и любопытные детали, которые в мейнстриме, в прессе не звучали. У меня, вы знаете, насчет НАТО. Мне кажется, саммит НАТО, мы к нему вернемся. Но так, не сильно, потому что это не самое интересное, я считаю. А нам понравилось. Мы сценарий проработали так. Вот я люблю некоторые фильмы. Вот честно, Наталья, только вам по секрету. И больше никому. Ну и пару миллионов радиослушателей. Я люблю фильмы, в которых поставлена головоломка. Или, например, идет режиссерская линия. И ты понимаешь, что чуть-чуть притянуто как-то за уши. И режиссерская задумка. Ты понимаешь, как режиссер будет угождать мейнстриму зрительскому. Как будет правительство своей стороне. Обязательно должны сделать пару плоских шуток. Но ты понимаешь, как будет развитие сюжета. И в принципе, ты можешь сказать, чем закончится фильм. То есть ты его смотришь тогда не с точки зрения сюжетности, а с точки зрения, угадал ли ты задумку режиссера. То есть одно дело, когда идет экранизация книги, и там понятно все. А когда вот новый фильм абсолютный. Никто не знает, чем закончится. И вплоть до того, что можно предсказать, а, цензура в этой стране не пропустит такую концовку. И в этом отношении, я считаю, сценарий НАТО был прописан абсолютно. Вот прям поминутно, посекундно. Не было никаких каких-то там интересностей. Единственное, что это, конечно, фраза. Благодарить надо, мы не Амазон. Это круто. Это уже не выдержал министр обороны Британии. И Зеленский, смотрите, как отреагировал. Зеленский, едя в поезде, решил поблагодарить. Я вначале-то было подумал, что это троллинг такой. Спасибо Британии, спасибо Норвегии, спасибо это. А потом я понял, это мантра. Это мантра под стук колес. Тудух-тудух, тудух-тудух. Там не видно, что ты шатаешься или стоишь на перроне, а у тебя кости еще ходят в такт. Вагону, и ты спасибо Норвегии. Это такой легкий речитатив, легкий рэп. На самом деле, представляете, как реагирует Зеленский, когда ему говорят, что ты не благодаришь, он тут же идет благодарить, бить поклоны. Но дело не в этом. Дело не в том, что Европа не Амазон. Дело в том, что на саммите НАТО не должно было быть никакого прорыва. Но я так не считаю. Я считаю, что было очень сильное противостояние. В этом сильнейшем противостоянии, просто сильнейшем противостоянии, Запад попробовал пробить. И началось это все намного раньше, чем НАТОвский саммит. пробить, что еще Россия проглотит в политическом, в военном и в других отношениях. И даже вот эта вот манера польская, если мы не попробуем и не узнаем, зачем вы нам рассказываете, что мы там будем Россию злить. Еще раз. Германия посылала вначале каски, бинты и санитарные палатки. Сегодня Германия посылает леопард. Почему? Потому что изначально озвученная американская политика, это не британская, это чисто американская политика, Моровецким звучала так. Если мы не попробуем, мы не узнаем, насколько русские раздражаются, что они будут делать. Поэтому давайте начнем пробовать. Давайте пушки поставим. И Европа медленная, старенькая такая, иногда лысая, иногда очень даже симпатичная, начинает думать о том, поставлять, не поставлять гаубицы. Поставили. Ага. Не разбомбили завод где-то по производству гаубиц. О, можно поставлять больше. Эта логика присутствует. И в этой логике перед началом саммита прозвучало со стороны западных партнеров все возможно. Отведение войск НАТО, заканчивая четко. Кассетные припасы, авиация Украине, которая может доставить ядерные средства. И все это было вот по этому принципу. А давайте проверим, какая реакция будет у России. И реакция у России как раз была внешнеполитическая. Начнем с высказания Медведева, которые на Западе очень сильно цитировались. Дмитрий Анатольевич рубит так, что мама, не горюй, мало не покажется. Мне кажется, каждый раз, когда его цитируют, после этого памперсы меняют действительно в некоторых эшелонах высшей элитной власти Брюсселя. Я сейчас не шучу абсолютно насчет памперса. Считайте, что это утечка информации, о которой мы поговорим тогда, когда будет намного интереснее. И, значит, Шойгу четко позиционировал позицию тоже с военной точки зрения абсолютно понятно. Владимир Путин, Лавров, то есть все сказали по фразе, все цитатники на Западе обсудились. НАТО поджало хвост, на этом сценарии закончили. Все остальное отвлечение внимания. Что делает фокусник, когда работает с публикой, он разговаривает. В этот момент его руки передергивают что-то, карты вытаскивают, где-то подготовленный реквизит срабатывает. Но самое главное вызвать восторг у публики. Вот он кролик из цилиндра. Понимаете? Вот восторг публики это самое главное. И я считаю, что в этом отношении восторг публики провалился. Потому что гримасы, которые на Западе произошли, в принципе, первое, самое важное по саммиту НАТО, нету сговора по индустриальному перезапуску. Все эти разговоры, они идут в контексте, на сколько лет еще нужно затянуть поясок. И вот этот вопрос, на него нет ответа. На два года, на пять лет. Потому что на пять лет ни у кого нет желания затягивать поясок. Мы приближаемся к экватору. Да, да. Я и про Макрона расскажу, какой он демарш устроил. Ой, про Макрона всегда интересно. Мы вчера поздравляли в эфире Францию с днем взятия Бастильи. Получилось не как всегда, но все это после новостей. Еврозона.